А теперь обо всем по порядку. В Астане прошло официальное открытие года молодежи в Казахстане. Глава государства встретился с самыми яркими представителями поколения Next. Нурсултан Азарбаев отметил, что успешная и образованная молодежь – это лучшее достижение за годы независимости. История тех, кого пригласили на встречу с президентом, тому доказательство. Все подробности прямо сейчас. Молодые и успешные. На своем примере они доказывают, что для достижения цели нет преград. Было бы стремление. На встречу с Ельбаса – самая активная и перспективная молодежь Казахстана. А у экранов за этим событием наблюдают еще сотни представителей поколения Next со всех уголков страны. Для них этот год будет особенным. Мы не просто объявили год молодежи, а мы хотим и должны разработать простые, понятные инструменты поддержки, рассчитанные на обеспечение насущных потребностей молодых казахстанцев. Четыре вещи есть. Доступное, качественное образование. Желательно большее количество молодежи. Наличие работы, чтобы работали. Наличие жилья, чтобы жить. И возможность создать семью. Я думаю, это четыре вещи очень важные, на которые должны обратить внимание сама молодежь и государство. От молодежи стремление, от государства поддержка. В трех городах-миллионниках – это Астана, Алматы и Шымкент – ежегодно будут строить по 100 квартир для работающей молодежи. Поддержку окажут и волонтерам. Им на 30% повысят стипендии. А еще в Казахстане начнут подготовку специалистов по 100 новым профессиям. За три года планируют обучить 200 тысяч человек. В каждой области, регионе, у нас сейчас 17, ну я говорю 20, по одному университету в регионе сделать топовым. Ну, приближенному, разрываемому университету. Так не получится, но чтобы могли приглашать они иностранных профессоров, чтобы они программу могли внушать, один университет в области. И 10 лучших колледжей, которые оборудование, современные технологии, техники, обновленные учебные программы, преподавательский состав обученный, в том числе иностранными специалистами. Вот на это мы потратим деньги и выкупим 400 комплектов современного оборудования для обучения специалистам. Планы грандиозные. Инициативу проявили сегодня и главные герои встречи. Менеджер самого успешного интернет-проекта в стране Юфрейм, 23-летний Расул Абдулаев, предложил сформировать в правительстве Министерство маркетинга. Миссия которого будет заключаться в ребрендинге Казахстана на мировой арене. Данное объединение может стать платформой для развития и поддержки, улучшения пиар-служб во всех ведомствах. Популяризация нашей идеологии Рухани Жанру не только среди граждан республики, но и за рубежом. Молодые бизнесмены, ученые, металлурги и военные делились историями своих успехов и предлагали новые идеи. Ведь шанс, что их поддержат, очень большой. Иван Крипак учится в 12-м классе Назарбаев интеллектуальной школы в Алматы. Его бизнес-идея получила главный приз в Силиконовой долине в США. В основном проекты Ивана связаны с робототехникой и кибербезопасностью. А сегодня он рассказывает о мобильном приложении-поисковике, которое он разработал для глухонемых. Анархан Сахибова тоже студентка НИШ. Говорит, такие достижения – пример для каждого казахстанца. Они каждые рассказали свой труд, свой вклад в развитие Казахстана. И они показали пример остальным, насколько мы можем достичь. Год молодежи, я думаю, что будет очень продуктивным в данных сферах. И мы покажем себя из лучшей стороны. Одна из активных представительниц североказахстанской молодежи Екатерина Старостина. Начинала с участия в волонтерском движении. А сегодня она самый молодой депутат областного маслехата в Казахстане. И пример того, что все в твоих руках. Для меня было важно и приятно услышать, что будет программа по арендному жилью для молодежи. Потому что встречаясь на встречах с молодежью, мы всегда слышим одни и те же проблемы. Касательно того, что жилье, трудоустройство занятость нашей молодежи. При том, при всем, что не все, конечно, могут работать в коммунальных учреждениях, предприятиях. Здесь еще и большая роль поддержки бизнеса. То есть создание фонда, стартап-проектов – это очень тоже большая помощь. Все идеи и задачи, озвученные на встрече, будут иметь силу не только в этом году. 2019-й станет началом большой молодежной политики. Жан Сулут Истемирова, Михаил Казначеев, Новости, МТРК.